Утро у Ершовского районного суда. Два вида подкрепления. Полиция и представители одной из диаспор. На скамье подсудимых в этот день Исмаил Юсубов. С одной стороны и Анатолий Ермаков, сын Ивана Ермакова, пострадавшего в драке с соседом. До суда отец не дожил. Теперь сыну приходится добиваться справедливости после произошедшего в селе Перекопное. У Юсубов ИМ, находящегося около двора дома 21, по улице Набережная, село Перекопное, Ершовского района Саратовской области, в результате внезапно возникший личный неприязник к Ермакову Ивану Александровичу, возник прямой преступной умысел, направленный на умышленное причинение Ермакову и А средней тяжести вреда здоровью, с применением предмета, используемого в качестве оружия. Сразу же, в указанное время, Юсубов ИМ, реализуя свой преступный умысел, направленный на причинение Ермакову и А средней тяжести вреда здоровью, находившимся у него в сжатой в кулаке руке, неустановленным в ходе дознания металлическим предметом, используемым в качестве оружия, умышленный нанес один удар кулаком по лицу в область носа Ермакова и А. На фото Иван Ермаков после драки и посещения больницы лицо превратилось в кровавое месиво. Судья Александр Бегинин переходит к судебному расследованию. Приглашены два свидетеля со стороны обвиняемого. Иван Ермаков был школьным учителем. Первый выступающий его ученик. Обучался немецкому, теперь на русском рассказывает детали той драки. Исмаил подъехал и в этот момент он к Исмаилу подошел к его машине, говорит, вот он и идет как раз, Исмаил. Подошел к его машине, в этот момент дверь открыл и намахнулся на него. Начал ругаться, конечно, словами, не знаю, мне эти слова стоят здесь говорить, не стоит говорить. Нет, это нескорбительный, не судебный. Да, и судебными словами ругался, конечно, на него и на, скажем, скажем, скотинку. Ругался, намахнулся на Исмаила, не знаю, попал. Я думаю, оба с лица, знаю, вроде попал. И мы в этот момент подбежали к нему. Иван садимал, на момент Исмаил с машинкой раз вылазит сразу, вроде бы, еще раз намахнулся, и Исмаил тоже так же на него намахнулся. И вот все, что и было. Мне кажется, он тоже был нестрезан в виде тогда. В день произошедших событий Иван Александрович ждет. Второй также бывший ученик Ермакова и дает схожие показания. После удара Исмаила у Ермакова кровь пошла? Нет. Дальше. И он уже после этого обзывался на Исмаила и ушел домой. И еще Ермаков, это Иван Александрович. Ну, вы говорите слова. Ну, он еще пьяный или еще походу. Самое главное, никто не видел в руках Исмаила Юсубова металлический предмет и сломанный нос Ермакова. Его супруга Наталья Хвастова первой встретила мужа после потасовки. Я услышала, что Иван меня зовет во двор. Я выхожу, он стоит, майка у него вся в крови, затыкает нос. И сказал, что вызывай полицию, меня застукнул Юсупов Исмаил, наш сосед, который проживает на улице Набережной, дом 21. Она показывает, с чего все началось. В этом месте за забором оказались два молодых соседских барана. Ермаков уже не первый раз замечал их скот за поеданием растительности вне пастбища. Он их выгнал, ну, наверное, как, я не знаю, как он их вытащил отсюда, потому что я это не видела. И погнал к Исмаилу, вот, отогнал их. И вот я уже, когда услышала, увидела это, что вот он меня с кровью встретил. Я позвонила другу нашей семьи, Смирнову Василию Александровичу, чтобы он отвез его в Ершов. Все. А он сообщил сам полиции и отвез его в Ершов. Назад его, и сразу же они вернулись, потому что там в больнице его не оставили. Сказали, что на следующий день идите в поликлинику, к хирургу. Все. Он обратился к саратовским специалистам. Они сказали, что срочно приезжайте, и сделали ему операцию. Вот. Приехал он домой, и у него получилось, что срослось что-то неправильно. То есть дышать ему нельзя было. А так как он гипертоник, у него, ему еще делали операцию в Пензе, была невризма аорты, то есть это расслоение, ему ни в коем случае, ему там заменили кусок аорты. Ему ни в коем случае нельзя было, чтобы давление поднималось. То есть эмоции ни положительных, ни отрицательных. Само перекопное является постоянно тлеющей горячей точкой на карте области. Местные жители занимаются в основном растениеводством. Приехавшие курды – скотиной, которую выпускают пастись, где придется. В основном все конфликты между местными жителями и курдами складывались на почве неконтролируемого выпаса скота. Вот и ситуация с Иваном Ермаковым имеет те же корни. Но только сейчас местные жители не особо охотно говорят о подобных конфликтов. А когда местная глава узнала о визите съемочной группы, у нее резко появились дела в Саратове. На судебном заседании становится понятно, Исмаил Юсубов уже был в качестве обвиняемого. Причина – нанесение побоев. Пострадавшим оказался Алексей Калайда. В 2016 году он тоже попытался вернуть Юсубову гуляющих животных. Он меня, за то, что я его овец отгонял от своего дома, от своей усадьбы, он меня побил. Там анализы, судмедэксперт там ездил, и в Азинки, и в Советский район. Все признали, все полностью стали судить. Поначалу он с адвокатом приходил на суд, потом без адвоката, потом вообще не стал никто приходить. В общем, присудили ему где-то около 30 тысяч, 27 чем-то тысяч. – Вам выплатите? – Мне выплатят за побои, за то, что я вот это сколько на машине, сколько бензину прожег, сколько, ну вообще. И вот с тех пор я каждый год пишу в прокуратуру, прокуратура судебным этим приставам. Судебные приставы пишут, что у них ни в одном банке нету ни вкладов, никаких ни прибыли, они безработные, они бедные. По словам гособвинителя, сложность рассмотрения дела в том, что пострадавшего уже нет в живых, а на мертвого можно наговорить что угодно, в том числе и про употребление алкоголя. Хотя при осмотре в клинике у него явно должны были взять кровь на анализ. – Насчет результатов анализа я не готов сейчас ответить. В материалах дела, тех, которые имеются у меня в копиях, не имеется этой информации. Но вообще в ходе дознания сведения о том, что потерпевший находился в состоянии опьянения, не звучал. Я так полагаю, что это определенный способ защиты, ну, не избежать ответственности, а смягчить ответственность подсудимого со ссылкой на те обстоятельства, которые, в общем-то, можно объективно установить, они будут проверены, безусловно. Свидетели утверждают, Ермаков стал первым намахиваться на Юсубова и даже ударил. Но, как говорит бывшая коллега учителя, это не свойственное ему поведение. Я не думаю, что Иван Александрович был первым, полез в драку. То есть, наверняка, это было что-то со стороны. Он, наверное, либо защищался, либо там, не знаю... Говорят, что якобы, вот, по словам свидетелей, якобы от него пахло алкоголем. Вот замечали ли его в каком-то состоянии, в котором находится? Ну, во время работы, конечно, никогда он в состоянии алкогольного опьянения не был. А то, что было за пределами школы, там, может, какие-то праздники были, там, дни рождения, я никогда не видела вот этого. Как говорит супруга Ивана Ермакова, из-за операции на носу Иван Александрович перестал дышать носом и испытывал постоянную нагрузку на сердце. В итоге скончался от разрыва аорты в феврале этого года. Сейчас он похоронен на кладбище в соседней от Перекопнова Краснянке. Сын Анатолий тоже считает, что эта драка свела отца в могилу. Я, конечно, у адвоката консультировался по этому вопросу. Он мне сказал, конечно, смерть отца тяжело пришить к этому делу, но со стороны по-человечески сказать могу, да, то, что ему нос перебили, человек, он уже пожилой, операцию на сердце перенес, а то, что не дышал нос, это, конечно, его нервничал, я ему привозил очень много таблеток, это, конечно, его все привело в могиле, постижной смерти. Судья Александр Бегинин счел необходимым довод гособвинителя о привлечении дополнительных свидетелей драки и назначил следующее заседание на 7 апреля этого года. Анатолий Ермаков хочет исполнить волю отца и добиться справедливости. Юсуп Исмаилов ситуацию не комментирует. Исмаил, несколько слов скажете, пока процесс не закончен. Вот ваше мнение, что вы произвели по поводу этого конфликта? Субтитры создавал DimaTorzok